Шалом, друзья! Баруха Шэм, слава Богу! Я очень благодарю вас за ваше гостеприимство, за то, что вы пригласили нас. На самом деле, для нас очень большая честь стоять перед вами, быть у вас в гостях, именно в вашей церкви, потому что, друзья, знаете, это как бы, то есть, не пустые слова, не лесть. Я вам, в самом деле, скажу, у вас очень хорошая церковь, очень классная церковь, и слава Богу за вас, за ваших пастырей, за ваших лидеров. Аллилуйя! Я вам хочу рассказать историю одну, потому что там Леня так немного приукрасил, как бы, я вам хочу рассказать историю одного молодого человека. Я думаю, нетрудно догадаться, что это будет история одного еврейского молодого человека, который родился в обычной еврейской семье, воспитывался хорошей еврейской мамой, хорошими еврейскими бабушкой и дедушкой. Причем не просто еврейскими мамой, бабушкой и дедушкой, а ярко выраженными евреями. Рабинович Римма Моисеевна, Рабинович Михаил Янг, Моисей Янкелевич и Рабинович Зоя Калмановна. То есть, ярко выраженные евреи, но и было одно но. Это были советские евреи. Или, как сейчас в Израиле, таких людей называют ассимилианты. То есть, ассимилированные евреи, как большинство евреев Советского Союза. И мы знаем, да, друзья, что Советский Союз это было безбожное, беззаконное антисемитское государство. Это, в принципе, оно всегда так было и так есть. Там, где умножается антисемитизм, там, где растет антисемитизм, там поднимает голову беззаконие. И где поднимает голову беззаконие, там возрастает это явление, страшное, безбожное явление, антисемитизм. Это так всегда было и так есть, и так будет, к сожалению, до времени. Пока Господь не востребит и не призовет нас всех перед стопой Своя. Аллилуйя. И поэтому в этой семье особо, хоть несмотря на ярко выраженную еврейскую внешность, на такие фамилии, то есть, не было принято афишировать свое еврейство. И этого молодого человека его учили, что не надо афишировать свое еврейство. Что в нашей стране евреям быть не модно. Что у тебя украинская фамилия, у тебя не очень еврейская внешность, пока ты не начинаешь говорить. Поэтому не особо рассказывай, что ты еврей. И молодой человек он это принимал. Он не знал, почему так. Он еще тогда ничего не знал о Боге. Он не знал о Слове Божьем. Он не знал, что еврейский народ это царственное священство. Это народ Божий, народ отделенный, через который Господь дал миру свое слово. Через который в мир пришел спаситель рода человеческого и еще. Он ничего этого не знал. Он думал, что евреям быть плохо. Потому что, видимо, евреи какие-то плохие. И он очень это принял. Он очень не хотел быть евреем. И он так сильно не хотел быть евреем, что в конечном итоге он стал антисемитом. К сожалению, как бы это парадоксально не звучало, но это было так. И он стал не просто антисемитом. Он был активным антисемитом. Он состоял в ряде антисемитских структур. Таких как УНАУНСО. Такие как СПАС. Социал-патриотическая ассамблея славян. Такие как Национал-социалистическое объединение православной молодежи. И ряды других именно в очень негативных структур. То есть молодой человек был довольно-таки неглупый. Довольно-таки любознательный. Хорошо учился в школе, в университете. Увлекался всевозможными оккультными науками. Увлекался философией. И когда он стал нацистом, он стал очень эффективным и продуктивным нацистом. Он зубрил такие труды, как Ницше, как Майкамф. Он занимал посты в определенных структурах. Был руководителем отдела агитации и пропаганды в Унаун-со. Пока его не посадили в тюрьму. Хотя посадили его за банальную уголовщину. Но он объявил себя политзаключенными. Вместо семи лет отсидел два года. Было и такое. То есть он выступал на мероприятиях. Он зажигал молодежь этими идеями. Молодежь его слушала, к сожалению, и шла за ним. И это зло, в котором он пребывал, оно распространялось через него. Но этого молодого человека у него был один, что называется, скелет в шкафу. Он как личность формировался где-то в середине 90-х годов. И как многие молодые перспективные люди того времени имел определенные связи с криминальным миром. Что впоследствии привело его в наркотическую зависимость. Долгое время об этом никто не знал. Но в конечном итоге это зло, которое наполняло его, которое двигало им, в сочетании с наркотиками, оно дало очень сильный результат. Оно дало очень сильный результат. Зло двигало им, зло двигало им и приводило его в никуда. И это никуда он заполнял огромным количеством наркотиков. Огромным количеством наркотиков и в его жизни начались очень сильные проблемы. Проблемы со здоровьем, проблемы с психикой, проблемы с законом, проблемы с деньгами. И вот в тот момент, когда у него было не все хорошо, в его жизни появились миссионеры, миссии международной, междуконфессиональной миссии, евреи за Иисуса. Они и до этого появлялись в его жизни, но он никогда их, то есть он очень негативно к ним относился. Во-первых, их появление всегда напоминало ему, что он еврей, что ему страшно не хотелось. Во-вторых, он и так не мог понять, чего к нему приходят какие-то евреи, а тут еще и какие-то сумасшедшие за Иисуса. То есть для него это было что-то из ряда вон выходящее. Он очень негативно относился к ним, выгонял их, хамил, угрожал холодным оружием и так далее и тому подобное. Но они вместе с тем все равно ходили и упорно продолжали его раздражать и действовать ему на нервы. Потому что у них тактика была такая, когда у него было все хорошо, они приходили к нему и говорили, будет все плохо. А когда у него было все плохо, они приходили и говорили, а будет еще хуже. Что вообще, что как бы, ну, именно выводило его из себя в полном смысле этого слова. Но когда в его жизни наступил такой момент, когда он потерял абсолютно все, потерял статус, а он имел определенный статус, потерял, у него не было денег, у него даже не было зубов. Молодой человек, которому было 29 лет, он не имел зубов верхних, он не имел части нижних зубов, у него была дистрофия, он весил 48 килограмм. У него были от наркотиков опухшие ноги, опухшие руки и больные мозги. От наркотиков, от нелегкой жизни и от всей той информации, которую он хоронил в себе, которую он передавал людям. То есть у него были больные мозги в полном смысле этого слова. И когда он находился в таком, то есть плачевном состоянии, понятно, что, то есть кому-то что-то качать, кого-то выгонять не было никакого смысла, и он начал слушать их. Но там тогда произошел такой момент, что человек, который к нему ходил, это долгое время, это он уже потом узнал, он когда пришел, увидел его в таком состоянии, и который уже не стал его никуда выгонять, начал называть другом и пытаться одалживать деньги, то есть он понял, что с этим человеком, как он говорит, я потерял веру. Я потерял веру, я перестал, то есть я перестал к нему ходить. Он перестал ходить к этому человеку и передал его другому своему волонтеру, который оказался более, более такой настырный. И, ну, этот волонтер, он был его другом вообще, тут тоже была похожая судьба. Он начал ходить, и у этого молодого человека, у него был тогда еще один такой нюанс в жизни, на него завели очередное уголовное дело. Статья была тяжелая, гаража с проникновением, и он понимал, что он будет сидеть, потому что предыдущий срок, по которому он сидел, эта судимость была не погашена. И, понимая свое положение, он вполне реально понимал, что этот срок, он будет для него последним. Потому что, ну, он находился в очень плохом физическом состоянии, психологическом состоянии, он понимал, что вряд ли он или вы, он или умрет там в тюрьме, или его актируют, и он умрет потом на свободе, либо он окончательно сойдет с ума. И, буквально перед судом, он лежал, у него была страшная ломка, он не мог спать, и он лежал, и он тогда встал с кровати, и обратился к Богу, и он впервые назвал тогда Бога своих отцов. Он ему сказал, Бог, ты Бог моих отцов, так говорят, во всяком случае, ко мне вот эти вот люди, не совсем адекватные, которые называют себя евреями за Иисуса, что они от меня хотят, это я не знаю, может, ты знаешь. Но, во всяком случае, если это так, то, пожалуйста, сделай чудо, пусть меня не посадят, пусть меня не посадят, и я тогда послушаю их. То есть он не понимал, он начал с Богом торговаться, заключать с ним сделку, но чудо произошло. Бог оказался гораздо умнее и адекватнее, он заключил с ним с этой сделкой. И когда он пришел на суд, прокурор запросил условно, и потом судья дала условно, и он вышел из зала суда, он отключил мобильный телефон, и сразу же поехал в реабилитационный центр. Это был, соответственно, еврейский, мессианский реабилитационный центр. Когда он приехал туда, он вообще очень негативно отнесся ко всему этому, там ему дали слово читать, он открыл слово, прочитал мужик родил мужика, другой мужик родил другого мужика, немного отлистал назад, увидел название Паралепименон и подумал, Господи, помилуй, куда я попал и где моя одежда. Но вместе с тем, вместе с тем у него было очень сильное желание жить. Он увидел, что в жизни людей это работает. И он через определенное время, он вышел сам в поле, это центр находился в селе, и он начал взывать к Богу, он начал молиться к Богу, он начал кричать к Богу и просить Бога о помощи, о помощи устоять в этом, о помощи быть самым лучшим, самым эффективным, самым первым в этом во имя Бога, ради Божьей славы. И буквально прошло полгода этот центр, вообще-то благотворительный фонд, который занимается реабилитацией нарко-алкозависимых, адаптацией лица свободных, освободившихся с мест лишения свободы. Он существовал 8 лет уже на то время, но это был первый прецедент в истории этого фонда. Буквально через полгода этого молодого человека отправили старшим служителям в новообразовавшийся реабилитационный центр в другом стиле, где он успешно служил полтора года, и на данный момент этот центр считается одним из перспективных реабилитационных центров в Украине. То есть этот центр находится в селе Дулицкое, то есть о нем многие знают, и люди, которые занимаются реабилитацией, знают этот центр. И в конечном итоге он переехал в Киев. Он переехал в Киев, сейчас является членом еврейской мессианской общины Маген Израэль, которая находится на Треещине. Он раввин этой общины, многоуважаемый Леонид. Он несет там кантерское служение, и в данный момент стоит перед вами. Аллилуйя! Слава Богу! Да, друзья! Но то, что я говорил, это, в принципе, основной момент, к чему я веду, и что я хотел сказать, и что я хочу сказать. Друзья, братья, сестры, я не понаслышке знаю, что такое антисемитизм. Друзья, я с полной уверенностью заявляю, что это явление не просто явление, и это не просто идеология, и это не просто проклятие, это проклятие, это дух. Это дух из самых глубин ада. Это дух антихриста в самом жестком своем проявлении, который ослепляет людей, который не дает людям увидеть очевидное. И этому духу, этому явлению подвержены, к сожалению, все слоя общества, и верующие, к сожалению, и неверующие, и уголовники с наркоманами, и интеллигенты. У меня есть знакомые, я не знаю, слышали, помните, вы не помните, я думаю, по-любому кто-то помнит, в 2004 году было такое громкое дело, взрыв на Трещенском рынке. Помните, когда 4 молодых человека взорвали, подложили бомбу на Трещенском рынке. Друзья, я этих 4-х человек, я их знаю лично, причем знаю очень хорошо. Это люди, которым было что терять. Это люди, у которых были семьи. Это один из них Дима Савченко, он закончил университет Шевченко с красным дипломом. Это люди довольно-таки неглупые, довольно-таки перспективные. И что их, чем они мотивировались, когда они шли делать это? А мотивация у них была простая, что руководство этого рынка евреи, которые дают работу представителям других рас, и все это делается исключительно для уничтожения белой расы украинской нации. Казалось бы, бред. Бред. Но именно этот бред, именно этот бесовский, адский бред заставил их сделать то, что они сделали. В результате погибли люди, и молодые люди получили по 14 лет. Сейчас они больны туберкулезом, сейчас разрушенные семьи, искалеченные судьбы. Дьявол торжествует. Вот что такое антисемитизм на самом деле. И поэтому одним из приоритетов нашего служения, нашей общины, общины Маген-Израэль, это не только евангелизация неверующих, но это также молитва против антисемитизма. И мы очень просим вас, друзья, братья, сестры, поддержите нас в этой молитве. Мы все в этом нуждаемся. Аминь? Аминь, аллилуйя. А сейчас давайте я хочу вас благословить коинским, еврейским благословением, благословением священников, благословением помазывающих людей на священнический чин. Аминь, аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь.